Теперь ни одного ТЭВЗМца нету, ни в Совете, ни в правлении Рига Сунинса. Ну, председателя точно нет. Смотрите, уважаемый господин Ушаков, за помощью к вам обращается бригада фасадчиков, которая работала на отделке фасада 216 детского сада с 1 июля по 16 октября этого года. Заработная оплата за выполненную работу не получена нами до сих пор. Получается неразрешимый круговорот. Конкурс у департамента собственности Рижской думы выиграла фирма Сконтабуга. Она перепродала фирме СИА-ИП-БУВЭС, потом я специально распечатал, могу вам отдать. С которым мы заключили договор, согласно которого расчет с нами должен быть произведен в течение 10 рабочих дней. Информацию о действительной сдаче объекта мы не имеем, и по шумодепартаменту СИА-СКонтабуга переговор с нами не ведет. А непосредственный работодатель, вот это вот СИА-ИП-БУВЭС, дает ответ, что СИА-СКонтабуга не перечислила как бы этой фирме. И по этой причине не может рассчитаться с рабочими. Обращение в трудовую инспекцию результатов не принесло. 216-й детский садик, это не единичный случай, потому что производился ремонт и в 208-м детском саду, и в детском саду Ликсна. Если у вас будет возможность, задайте вопрос господину Ушакову, куда делись заработанные нами деньги. Есть, кстати, даже контактный мобильный телефон. Слышали что-то об этой истории, господин Ушаков? Ну, теперь услышал. Ну, вы оставьте меня со всеми. Я оставлю, да. Еще дадим слово Евгению, это тоже рижанин, дозвонившийся по телефону. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Дело в том, что вопросов много, черт побери, а вот времени мало у вас. И просто хотелось обратить внимание вот в отношении предыдущего высказывания по Абраму Клёцкину, где я, в общем-то, этого парня немножко знал и в советское время. Вот женщина назвала его там политической как-то, ну, в общем, производная от четвертой власти. Дело в том, что... Ой, вот и хочется вывести вас из эфира после этих слов, Евгений. Каких? Ну, говорите. А каких? Четвертой власти производная. Спасибо. Ну, вот. Дело в том, что просто-напросто, вот он демократ, и не только он демократ. Я просто обратил внимание, что все демократы, находящиеся не в оппозиции, хотя в оппозиции тоже есть, все сеймовская вот эта правящая коалиция, которая прям в открытую, говорит, в Латвии демократия, коррупции мало и прочее, прочее. Вот им всем подходит, абсолютно всем подходит такое определение, классическое определение. Ты скажи-ка, гадина, сколько тебе дадина? Я Нила Ушакова, кстати, не имею в виду, по той простой причине, он как раз в отношении сеймовская, в сейме он в оппозиции находится. А именно в позиции правящая коалиция. Так, а то он же в позиции в Рижской Думе, а он же не демократ, что ли, Ушаков? Я не знаю. Это таритарист. Вот как он относится к форме власти, вот есть власть, демократия в Латвии или нет? Если он скажет, что есть, естественно, элементы демократии, может быть, есть. А есть, знаете, как покойный Борис Николаевич Ельцин говорил, есть талитаритизм. А покойники плохо не говорят, но Борис Николаевич, это самая тварь, такая же, как Крёцкин, понимаете? Подождите, ну что же вы это, то же сказали о покойнике, либо хорошо, либо ничего, и тут же сломались. Ну тогда и о Гитлере надо хорошо говорить. Ну да, собак любил, понимаю вас. Спасибо, Евгений, звоните еще, 6735-741. Да, надо были таритарические вопросы, как я понимаю, да? Нет, знаете, ответить на вопрос, есть ли в Латвии демократия? Вот этот вопрос я уловил у Евгения. Хороший вопрос, есть ли в Латвии демократия? Вопрос хороший, демократическое устройство в Латвии во многих случаях серьезно хромает. Понятно, спасибо. А вот тоже не без язвительности в буквах прислали тоже много посланий зрителям. В общем, все сводится к тому, спасибо господину Ушакову и правящей коалиции за поднятые тарифы на проезд в общественном транспорте. И это пусть маленький, но тоже удар по тем, кто сейчас считает каждый сантим. Как ни крути. Так и есть. Ну смотрите, 20 миллионов Латов должна была быть дотация от правительства в этом году Рижскому самоуправлению. Получили мы немногим более 7 миллионов. В следующем году полтора миллиона всего. Это раз, получается такое падение. С другой стороны, Рижская дума сохраняет все скидки. 65% пассажиров Рижского общественного транспорта ездят со скидками. И в следующем году всем этим группам скидки будут сохранены не только в принципуальном, но еще и в абсолютном значении. То есть, если пенсионер платил 20 сантимов, то он и будет платить 20 сантимов. При этом управление Рига Сатексом изначально, если судить по тем цифрам, которые есть у них в наличии, предлагало тариф 60 сантимов. Что может быть финансово и правильно, но с социальной точки зрения это уже было бы близко к катастрофе. Поэтому было сказано еще раз переработать бюджет. Они предложили 50 сантимов. При этом по финансам показательно получается, что они уходят в минус на 6,5 миллионов, что в принципе рискованно. Скажу откровенно, это было рискованное решение. И 50 сантимов, несмотря на этот риск, было принято как компромисс между тем, что существует, учитывая все срезание дотаций, и между тем, что есть предприятие. При этом, повторю еще раз, это повышение касается примерно трети пассажиров общественного транспорта. Две трети ездят со скидками и будут ездить дальше по тем же самым ценам. Потом, если не ошибаюсь, в следующем году будут еще несколько дополнений. Возможность купить один билет за 50 сантимов. То есть вот этот е-талон на одну поездку. То, что раньше шли эти дискуссии, почему водителей дороже, а в киоске ты не можешь купить только на одну поездку, только сразу на несколько. Можно будет купить, я не уверен, что с 1 января, может быть, это будет середина месяца, но это требует какой-то адаптации. Но уже на е-талон на одну поездку. 70 сантимов разница более дороже у водителя останется, потому что таким образом мы хотим дойти до ситуации, когда практически никто не покупает у водителя. Это связано с безопасностью движения, с графиком курсирования транспорта и так далее. Также будет дана возможность школьники, они сейчас получают 50% скидку на общественный транспорт, если покупают месячный. Ну, проездной билет. Мы сделаем так, что у них будет 50% скидка на покупку разума. То есть, предположим, не нужно покупать проездной, потому что, скажем, ребенок ходит в школу, который через пару дворов, а пользуется транспортом, когда ездит на спорт в соседний какой-то район или на дополнительное задание, но ему, может быть, не нужно полноценный месячный билет, тогда он сможет покупать эти разовые поездки тоже за полцены. А вот, может быть, можно еще сэкономить на зарплатном фонде руководства? 400 тысяч латов было мое последнее задание сэкономить на административных расходах. Когда сэкономят эти 400 тысяч латов, будем смотреть, что у них дальше. Но для этого у нас тоже новое правление. Не очень справедливо, что, например, представитель правления получал 6,5 тысяч, потом было 10, 20% сокращение, но все равно это несколько тысяч. А вы говорите, 6,5 миллионов это тот минус, на который предприятие может выйти к концу следующего финансового года. Получали тебе по 300 латов, вот тебе и миллионы. Ну, руководитель предприятия, сотни метролейбусов, трамваев, автобусов за 300 латов ты тоже не найдешь. Ну, можно найти предприятие, да, но ты через 3 месяца поднимешь цены до 2 латов, потому что все уже развалится и потеряется. То есть здесь тоже нужно искать баланс, да, между зарплатой и качеством управления. Но, опять же, скажу, давайте делать постепенно. Сменено все правление за исключением председателя. Председателю дано задание снизить административные расходы, чем они сейчас занимаются. Дальше будем разбираться по мере поступления. И еще вот пишут помощники педагогов в детских садах, говорят, что они вообще ни в какую категорию не попадают. Во-первых, педагоги ездят со скидкой в общественном транспорте, помощники педагогов, ну, нянечки, говоря по-простому, не имеют этой скидки. И, во-вторых, им срезали почти наполовину зарплату. То есть, чтобы прежнюю зарплату получить, нянечка должна не в одной группе, а в двух группах работать. Ну, срезали наполовину всем, потому что дотацию сократило государство, да. Давайте говорить об этом. А учителям, получается, дотация была сокращена на 60%. Ну, реально из-за того, что была оптимизация и реформа, учителя потеряли примерно где-то в среднем 50%. Ну, тоже в зависимости от школы и от ситуации в школе. Но мы сначала дали учителям средний школ, потом дали преподавателям всех остальных учебных заведений в Риге. Поэтому, сейчас смотрим, как это финансово получается, но будем смотреть дальше, можем ли мы это расширить на другие группы населения. Мы делаем пока постепенно, как получается. Пора заканчивать. 1191 голос из интерактивной аудитории, это больше чем 95%, выбрали вторую позицию. Объединение партии «Центр согласия» должны отозвать Абрама Клёцкина из Национального совета по радио и телевидению и добиваться разгона всего совета. Его не надо разгонять, он должен отвечать за общественное телевидение и общественное радио, точку вот этого совета. Он не должен лезть в дела коммерческих телеканалов и радио. Но тогда нужно менять закон, потому что телеканал ТВ-5 получил как бы бумагу, ссылаясь на 17-й, то есть не получил еще, кстати, по ситуации на сегодня, на 17-й пункт закона о телевидении. Я понимаю, да, но это неправильно, когда одна и та же структура, по сути, одним выделяет деньги, а других контролирует это. Ну, это концептуально неправильно. Письмо от бригады, тех, кто ремонтировал 216-й детский садик, мы сразу после эфира передадим господину Шакову. От меня отдельное извинение Любови, которую мы так и не вывели в прямой эфир. Спасибо вам, господин Шаков, за все эти встречи в прямом эфире в этом году. Надеюсь, на встречу в следующем. Всего вам самого доброго. Спасибо вам тоже. Всего самого доброго. С Рождеством, с Новым годом. Спасибо. С наступающим. Я прощаюсь до завтра. Впереди программа «Вечер новостей», а далее... Впереди программа «Вечер новостей»